Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Александра Черно закатила очередную истерику. Иосиф Аганесян признался, что он никогда не любил девушку и использовал её. После лобного в состоянии аффекта Черно отправилась на поиски Аганесяна. Она вышибла дверь и приперла Аганесяна к стенке. Маргарита Овсяникова нашла свою любовь на проекте. Ей настолько нравится Саймон Марданшин, что она не обратила внимания на тех двух парней, которые пришли к ней на проект. Юлия Ефременкова, как считают зрители, справилась с ролью ведущей. Многие пишут о том, что она выигрывает в сравнении с Ольгой Орловой или Либершкопадону. Алексей Чайчиц задумывается об уходе с проекта. Он боится деградировать на Доме-2, хочет перелистнуть страничку и расти. В сети появился сценарий выкидыша Ольги Рапунцель. Из него следует, что в скором времени на проект вернётся отец её ребёнка, Дима Дмитренко. Они с Ольгой начнут ругаться и после ссоры девушку якобы госпитализируют в больницу, где она и потеряет ребёнка. Ольга Бузова устроила своим поклонникам сюрприз. Она появилась в телешоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Катя Шужа получила награду «Акулы шоу-бизнеса». «Это моя первая премия», пишет она, и это только начало. Элла Суханова не скрывает, что живёт без мужа. После свежего поста Эллы в Инстаграм отпали последние сомнения, что её пара с Игорем Трегубенко распалась. Элла дала понять, что живёт одна, но о причинах развода так и не рассказала. По мнению поклонников, она закрутила роман с тренером по фитнесу. Она часто публикует фото с парнем, и видно, что между ними установились близкие отношения. Вика Романец постоянно хвастается брендовыми вещами и дорогими покупками, но, как оказалось, на самом деле она покупает китайские подделки. Об этом подписчики Вики догадались, увидев её последнюю публикацию. Она хвастается приобретением нового внешнего белья. Такой же комплект на Алиэкспресс стоит около 400 рублей. Стало известно, сколько просит Ксения Бородина за рекламу с участием своих дочерей. За рекламный пост с участием каждой девочки она просит 50 тысяч рублей. Такая же такса и у главы семейства Курбана Амарова. Бывшая участница проекта Мария Политова, которая пропала без вести, до сих пор не найдена. Её близкие добровольцы продолжают поиски. Была версия, что она взяла кредит в банке и отправилась на свидание со своим бывшим возлюбленным, который отбывает наказание в колонии в Мурманской области. Но эта версия не подтвердилась. У Марины Мексики после неудачной ринопластики провалился нос. Она делала операцию за рекламу, не заплатив при этом ни копейки. И жадность сыграла с ней злую шутку. В недавнем эфире программы «Мужское и женское» девушку показали крупным планом. У неё некрасиво выглядит кончик носа, а переносица совсем провалилась. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.